Долги – это тогда, когда человек привык вытаскивать что-то из будущих доходов. То есть ты тратишь сегодня те деньги, которые ты должен был выработать завтра. Это такая себе штука. Почему? Потому что я сам по себе не приветствую кредиты, долги. Я стараюсь идти за свой счет потихоньку, потихоньку. И это приносит определенные плоды. Чаще человек берет в долг, потому что он незрелый. Это психологически незрелые личности. И очень важно личностно развиваться для того, чтобы жить по средствам. Это нужно тоже внутренняя сила, умение и вина. Это немножко в другую сторону. Я уже на протяжении, по-моему, 14-х год уже идет, я работаю с людьми, помогаю прорабатывать эмоциональные плоды в театре. Почему? Потому что можно очень многое чего понимать. Можно очень многое понимать, чего нужно сделать. Но ты этого не сделаешь только из-за того, что у тебя просто тупо сил нет. У тебя щитка в голове, тебе непонятна мотивация. И выяснилось еще, знаете, что с каждым человеком нужно немножко индивидуально подходить. Только по той причине, потому что причина возраст и причина амбиции. То есть одно дело, когда ты хочешь зарабатывать миллион детей в месяц. Другое дело, когда ты хочешь зарабатывать миллион долларов в месяц. Совершенно два разных подхода. То, что вначале мы говорили, что возможно не быть богатым и счастливым, тоже такая очень скользкая тема. Я и тех, и тех видел. И очень богатых и счастливых, и видел очень богатых и несчастных людей. То есть и там, и там нужен баланс. Просто в какой-то момент человек начинает проседать в тех моментах, куда он не обращать внимания. Всегда, когда человек диагностирует себя самостоятельно, он находит для себя самый короткий и комфортный для него путь. Но правильный путь, он туда, где некомфортно, и дорого, и неудобно. Неудобно. Помните советский мультфильм, это где «Не кидай меня в темновый куст». Помните, да? Где Вол, там, этого зайца шевлят, а потом «Не кидай», и он ему гнает в темновый куст. Это, то есть на возраст, короче, ну... Те, кому 45 плюс. Ну, вообще-то, а есть и баланс, а есть. Вот, вы не прошли. Но это три сутники, как лох, не стало. И вот там очень плохая анимация. Как вы меняли, что делимся, не бросая меня, все. Вот, запишите. Очень тренированный рисованный бог. Не знаю. Слишком молод, блядь. Раньше очень плохо рисовали, поэтому... Я всегда думал, что это волк, почему-то. Вот. Каждый... Вот человек приходит, мне нужны деньги, да, кто пришел? Мне нужны деньги, да? Это все пришли. Это большое зависит. Вот, когда человек приходит к психологу и говорит, ты забросил, спрашивает, с чем пришел, он говорит, я хочу деньги. Это 100% в семье жопа. 100% в семье там, ну, просто... Вот такая. Почему? Потому что человек, когда выбирает свою деятельность, где ему развиваться, он идет туда, где у него все понятно. И чаще всего на бизнес-тренге ходят люди, которые уже умеют более-менее зарабатывать, да, и не объединяются туда, потому что в семье уже там, вот, все начинает нахорошность. Недавно у меня только был такой кейс, а? Недавно у меня был такой, так, короче, мне вчера послали в гости, позавчера, и сестра, там, начала жаловаться, что я не так сделала, почему-то, вот, за что мне это было, вот такие. В общем, я ее сочелал. Проработал там, вытащил, она появилась, прорадовалась. И потом она опять началась с ней прочитать, почему-то не так сделала, и говорю, я тебе 10 лет. Вот, серьезно, 10 лет, говорю, я у нее ту же фразу. Я говорю, и ты мне через 10 лет, когда ушел в полную шоку, у тебя в дом, ты мне опять задаешь этот же вопрос. Ты думаешь, что-то изменилось? Я тебе говорю, опять, и тебе говорю, опять одно и то же. Не спасай своего родишек. Не спасай своего братишка. Вы уже похоронили меня всех. Родители не мёртвили. За ней, за ней, за ней не пойдешь. Чего ты добиваешься? Чего ты добиваешься? Поэтому ошибки, которые в голове... То есть она точно понимала, что нужно сделать, да? Но она почему-то не делала, потому что у нее ошибка в голове. И пока вот я ее вчера не побил, это, знаете, молодой, кто говорит взрослому, с опытом, который... А меня вчера хотели... Зай, тебе не побить. А я говорю, ну с чего вы взяли? Не хотели, не побили. Поэтому... Вот не хотели бы не побили, да? И поэтому чаще всего мне приходится с людьми, когда работают, я... Я тычу человека прям... Вот как-то они хотят, знаете, и еще получат, не сами по углам, да? Их тычут мордой в душе в душе. Да, да. Фекали. По-другому, если честно, меня называют сексистом. Вот недавно я вот сейчас проводил у меня там узкий круг женщин, в общем, в каких-то таких под ковидах. Меня вызвали сексистом, женоненавистником, потому что я прошелся по всем их мозолям, болезненным мозолям. Там сидела женщина, ей там под 60, статусная очень там влиятельная и так далее. То есть я прошелся по всем... Я говорю, с мужчиной надо вот так. Она говорит, нет, не так. Я говорю, где ваш мужчина? Я разбил вас. Я вот, окей. Потом, все... Если вы будете вести себя вот так, появится дворница на ней, не так. Я говорю, мужик, куда ушел? К любому. Она говорит, я хочу, девчонкам не вези. Как потерять мужик, что ты хочешь вези? И она начала саботировать. Я говорю, ты чего ты сейчас это делаешь? Она говорит, да, да, да. Я говорю, а сейчас, почему я бы сказала? Все, пошел. А? То есть каждый раз, когда ты давишь на больную точку человеку, он начинает сбрыгивать. Когда тебе все нравится, скорее всего, он так себе психолог. Правда. То есть он пройдется по твоим всем болезненным точкам, хочет, чтобы он это было и не хочет. Я бы хотел сегодня пойти за вами, да, то есть не вези стены. Не вези туда, куда я хочу. Вы чего хотите? Денег. Денег. Ага. Долгину. 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 И что мы хотим? На стены в страхе, как мы с тобой. Чего? Давай, подожди. Абандиры. 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 Отношения. Отношения. А мужики. А что я лучше и я хочу понравить это просто. У кого мы не иначе? Как бороться страхами? Для бизнесменов вот эта страхи, знаете, как стресс менеджмент это сейчас называют? Давайте так, потихоньку в долги. я вам немножко но кто хочет разбираться с долгами ничего не поменялось самым сегодня я когда затем не жена я когда короче с ней познакомлю когда вы стали жить я понял что ей нужна то есть у нее там в снега зиму не допросишься хочу день просто так хочу с бабочкой в животе и с деньгами вот только но это нужно теперь долги всегда делают эти люди они хотят заработать прямо сейчас они хотят жить прямо сегодня я этого достойно здесь и сейчас потом почему мужчина мой родился и в долгах валяется депрессик мне здесь есть там мужик пришел сейчас бизнес минус миллион здесь все и он почувствуется через пять лет я не говорила сейчас они надо приходил совет порвешь сильный могучие покинул потому что я нормально зарабатываю и в общем прошло не так много времени ничего не долгий миллион долларов и так далее почему это происходит потому что человек не сбалансировал как только ты начинаешь со смене баланс раскачивать все тебя начинает рвать потому что та женщина с которой ты сейчас находишься и с ней разбогател неправильный посуду неправильные родовые установки и сниму сбогати дальше дальше не надо раскачивать и когда нарвался на девочку у которой пройдет рвача ты по-любому что что мы с ним станет дальше делать когда он уже пришел у меня вот столько долгов помоги не пожаловаться берешь метр своей нет я короче что хочешь я хочу до конца года закрыть этот долг меня знаете особенно для вас шок просто я ему говорю посчитать долг сумма он уходит месяц-метр потом пишет опять что делать я вот и дебил напиши сколько у тебя долгов почему он не дает короче он будет финансов директора через две недели спасибо тебе мы посчитали то есть очень-очень сложная как один из первых шагов долга это признать долг вообще если вот человеку дальше это называется правда то есть очень важно понимать правдивую насколько то есть правдивую ситуацию признать ее очень многие предприниматели будут доход с пригодью это вообще гон просто я вот особенно так как начинающий малый среди бизнеса мне шок от некомпетентности надо я говорю надо слушать и думаю ну вы гоните вообще мурашка короче признать сначала теперь читать это знаете это не маленький предприниматель это прям такой нормальный предприниматель и и я психолог с долгами работа я не хочу делать я убери юриста если есть оказывается юристы давай посчитаем давай со всеми договора он еще делаете теперь все что юридически деньги брал растяги на 5 7 8 ну желательно на 10 тебя сломают на 7 сопосятся растение максимально все что неофициально скажи отдам к этому поводить я не убью все я в сколько этих контрагентов которым ты там угнету порядка там 70-80 человек я если поделить там эту сумму там и за это не убиваю в смысле если ты одному должен должен быть но на 80 человек и разнес он следующий шаг я говорю собери коллектив и объяви просто что я должен как меня будем спасать сделай проблему и потому что вы работа потерять я не считаю сестри он двигается просто соберись даже и он приходит 70 процентов коллектива осталось 30 отводить проходит полтора месяца он не пишет позавчера гениально людей пишет я ухожу с большого офиса чтобы короче пришла оптимизация я уже шаришь что ты себя строишь дебилы вообще я у тебя три месяца три месяца чего потратить это значит и теперь стрёмно ходить в маленький офис я лучше 2 миллиона потратить зарплаты платишь за стены вот и мы сделали все как обычно уже это уже ему сверху а я иначе просто кончить потихоньку и он начал делать композицию закроет декабрю все долги и он не знаю сейчас он стал писать раз две недели и благодарить за то что у него дорогу мозг прояснись потому что возможности за 3 миллиона долларов это то что знаете мне черняк знаете что он хотел еще в старую парадигму залезть когда мы посчитали позицию как это закрывается все что он будет делать где он теряет где можно подобрать он мне говорит а если я перезаймюсь я бы если ты перезаймешь не дедолгу 2 минута ну да у человека это реально любой человек знает что нужно делать когда у тебя долг оптимизировать расходы ну то есть это же все понятно и увеличить прибыль все что не тебя закрываешь то что эффективно усиливать но он только сознание шел три месяца три месяца психологию у себя в голове и как только человек это признает если если этапов изменения предпризнание ситуации это вправе хотя это вот этот самый тяжелый момент это правда потом очень важно понять где ты хочешь находиться без долгов это с точки зрения психологии и долгов потом очень важно понять на что ты готов вот с чем на что ты готов там работе там чем пожертвовать вот такое и все и декомпозиция действия все больше ничего не надо просто фига это с точки зрения то что если из компании перенесем это на человека то же самое очень многие люди вот девчонки это вот из-за вас знаете сколько мужчин не говорят что в долгах вы там кружите думаете у миллионера на боевые минус там у него большой но из-за того что он думает что если ты узнаешь что он подкрадут и спросишь и они будут еще знаете девчонки я вообще не понимаю я конечно это чуть против клуба наверно понятно зачем за мою работу скажите ради кайфа чего-то я не видел кайф в силу важный день основной 8 деталях Я не ровно. Всех сияла, всех сияла. Знаете, есть такой, его звание зовут Тимченко, по-моему, в миге его там, Марсим Тимченко, да. Он там в бродение, он там позиционировал, тогда лучший ученик Роберта Киасаки. И мы к нему на мастер-класс, короче, пришли с женой кисели, и я сижу такой крутой, типа, ну я же зарабатывал, что там, входит, там, валяется, и надо переворачиваться. И мы начинаем считать, у него есть тест на финансовую грамотность. И там, у меня вот здесь там в бразилии, там еще кто-то говорит, у тебя сколько, он в палометрии же подключается же. И у меня, короче, балл выше, чем у него там, ну, раза в два, в три. Я такой, ну, я крутой, и к жене это будет. А у тебя сколько она такая берет? И она говорит цифру, которая раза в четыре, наверное, больше, чем у меня. И я на нее смотрю, и я еще не понимаю, как эта херня у меня произошла. То есть я зарабатываю, да, а она у нее баллов выше, чем у меня. Я говорю, ну-ка, дай сюда свой стол. Я, вы не поверите, я у нее в графе пассивного дохода. Я, вы это помните, в том миджете было, когда он так смотрит, там осел у меня всех. Вот я. Пассивный доход. Вот муж пассивный доход. Это, наверное, самая легкая, ну, вот, тема, которая может быть. Для женщины, да? И бабочки в животе, да. И вот эта вся херня, она там. Когда женщина начинает зарабатывать деньги, а особенно, когда ты начинаешь зарабатывать больше, чем у мужика, который рядом, ты начинаешь тихо его ненавидеть. Да, да, да. Тихо. Никакой любви, бля. Ты вот, ты просто ненавидишь и всячески пытаешься на месяц. Кто? Кто? Те, кто замужем пришел за деньгами, чуть-чуть задумайтесь, потому что ты в утро, бля. А почему? А кто вот эту установку идет? Сейчас, сейчас, все. А ты не узнайте. Ты не забудешь. Сейчас, все. Я в голове женщины ковыряюсь в четырнадцать лет. Да? Ничего не знаю, я. Сейчас, сейчас. Я не видел ни одну, которая зарабатывала тут больше, чем мужа, чтоб она как-то, она может не лояльно относиться к каким-нибудь командам, да? Угу. Но он, сука, раньше не ел у меня на сколько лет, она еще двадцать танцевать была. Его нет уже. А муж? Ну что, как у кого из них? Ты несешь? Угу. Саня! 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 Саня, смотри, говорит, Роза, говорит, что уже у тебя мужа в климатуре ведет ногу, да? Кому-то одного дайте не может, кто-то ему печку топит, да? Аааааа. Аааа. допустим он зарабатывает миллион зарабатываешь 5 но если он зарабатывает 50 миллион зарабатываешь 70 это нет никакого но мужчина должен взять на себя полностью все затраты он должен быть в любом случае потому что если он не будет закрывать твои расходы у нас просто так получилось что такой извините да вот я разоргала больше и он есть обязательность а то куда он хочет коллега мы с ним заработали первый раз жизни мы заработали по 15 тысяч долларов и мы знаете я вообще когда первый день тебе приход за грани твоего понимания ты когда их дома оставил я узнал через три месяца у него три месяца в багаже в машине лежали 15 штук любовь третий штук это был в бардачке потратил там найдешь мужчина тебе не будет давать денег если ему будет казаться что ты будешь их саживать ни тогда он тебе не даст а значит подождите он будет тебе давать только ту сумму с которой он готов расстаться смотрите есть соски, да, девочки, есть соски, которые короче под задержанки что им не дал, они все потратили это не вы, короче нет 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 может быть это совсем яичного у меня всё, теперь говорят нет 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 знаменит, понимаете, вы вообще, почему хотите я обретелся у него, может быть хорошая это по машине зачем ты работает? переворачивайся в два раза за ночь да, да, да 40 000 рублей, что нужно ответить останетесь есть, вот такие, у них девочки, которому вам таким девочкам с такими женщинами бизнес не делал у девятых кто-то было врача короче вот это на покупку сейчас ходит нашему бизнес записывать нельзя записывайте бизнеса на львовницу записывать на дом который ты считал через господи беру бизнес переписал проблемы закончится не бизнес обратно если он понимает мы что же у меня как-то этот клиент она такая у нее мужчина такой приклонного возраста такой куда она себе там один дом будет еще чуть-чуть это построил слушай а зачем тебе столько денег гениальных раз то есть деньги могут приходить вот переписываться на тебе бизнеса решила если как партнер как женщина партнер надежно если вы хотите знать все вы не должны ничего запрещать это тоже 2 это я вам рассказываю понимаете мужчина нужно понимать безопасно то есть если мы являемся партнерами оптрашивания значит нам не доверяйте у меня есть знакомый сейчас подождите у меня есть знакомый про что я говорю есть другая еще сторона это жены которые с розовыми очками на глазах которые понимают чем они там занимаются главное у нас есть деньги это у меня есть один товарищ и она в этих розовых очках прожила последних и она не знала сколько какой бизнес чем занимаются есть просто походил ну это может позволить и он в таком конечно короче полгаша спись и когда она узнала что у него долги что он заложил уже все недвижимость по несколько раз что уже забрали что-то уже скоро заберу что делать вот очень важно понимание если ты замужем сколько вы можете себе позволять мы должны это обсуждать вместе но ты хотя бы чуть-чуть должен знать если он тебе сейчас уже деньги не дает завтра ты вот он в пиллионерах ты не узнаешь и он идет стой на кого может потратиться и он а а а а это мы я сейчас говорю про прожайские деньги потому что ты можешь пахать как мужик конь да но это выглядит тебя знает почему в 50-55 лет вы выйдете на мужские на передозы мужских гормонов у вас поудалять чертятся нечем так все вырежут поэтому очень важно иметь баланс очень важно иметь баланс ты можно воевать завоевывать чего-то не больше трех-четырех часов в день потом опять женщина то есть 20 часов в сутки ты женщина четыре часа ты можешь еще как-то повоевать а что это не нужно сидеть на переговорах с сутками не нужно это именно пробивание достигательства три-четыре часа достаточно больше чем если ты эффективно вот так женский бизнес я голову побежим зла женский бизнес вообще весь мир производства там заводы пароходы и так далее рейдерский захват и там чего-то там война с конкурентами это все ускорительные бизнесы и там законы они больше мужских чем жать только симбиозно даст нормально сегодня все что мужской начинает порицаться это на потихоньку ну как к этому идем мы пока не замечаем но скоро будут вот она вот этих дохера всех непонятных скоро он будет давить золото вот услышьте скоро с чистым мужским поведением мужчины которые такие вот этот их будет сильно-сильно мало или они ему сильно-сильно подарят что чего страшно я потом абьюзеров будет меньше сейчас сейчас зайдем да 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 мускулейные бизнесы они такие они вот это знаете в почерке есть там вот эти цвета всякие вот дошли до бирюзового но короче мускулейные бизнесы красные такого завоевали захватить вот и материнские бизнесы или каких маточные не знаю как их назвать почему матка это так и называется воскуление бизнеса или маточные да ну матка это я не придумал это уже на терминологии появилось про меня да матка почему это срами суллин матка не работает она просто красиво но как вы мечтаете сейчас она просто дарит уже мимо да она с крылышками еще да короче марк это google это фейсбук это короче из казахстанских компаний если честно просто похерел это бро классов видели очки дания это гений я не знаю вот мир помните этот фильм шерлхонс последний испании да мир принадлежит очкарикам это вот вот это то есть он что сделал дания он раскачал бренд про классы и продает их франшизы он продает франшизы сидит и короче просто поставляет свои очки вот туда он просто как транспортная компания грубо говоря работа только с брендом просто качает бешен то есть именно вот это как это маточное строение бизнеса приводит сегодня к результату это как называется сетевые компании это там где женские навыки и умения этот мужик никогда в жизнь честного мужик если он включит сестеронов привлекет пятеро витмата и будет лежать вот он там заработает сам вот сетевой продлица это не столько говорить не умеет а никто может давайте вчера у меня девушка нашла команду в диджаке я не знала что у меня есть область будешь ей говорить что я ваймплей сегодня сегодня все уходит вот сюда в маточном сетевое бизнес если не сделайте вот это все уже не надо работать и контроль если честно сильно нести почему сегодня сейчас и начинают франшизы играть потому что очень единственным нужно дать ценность и нужно дать брэк и потом просто качать у тебя собственный канал избыта они сами за свой счет магазин открывают ты ему платят за то что он дает брэк они строят магазин за свои деньги он просто контролирует и дает им рекомендации по продаже все это же их идеальная сила да бизнес без вложений весь операционный геморрой тоже нет его рынок читает у него есть слотки всех продаж в казахстане он смотрит где что встретила он идет просто что в остальных магазинах это мы сами качаем эти трёбаные приложения потом за них платим они вообще живут там то есть если вы хотите по штабу только вот сейчас я как на бизнес курсах сидели и там сидит мужик такой видно красный он должен быть и рядом девочка постоянно в телефоне и он говорит запарила что ты там лазишь тут ты кайф я у меня два заблода и она я думаю а ну хорошо она ну я же работаю я не могу сколько у тебя оборотов и выяснилось у нее обороты раз больше чем у него грузовую поэтому девчонки я рекомендуют не есть ваши компетенции вам надо сломать где себе мужика делать либо вот так не может 4 часов либо вот сюда это намного почему потому что весьма вот этот образ бизнес он выставлен на отношениях мужики так отношения не строят мужики сообщества очень тоже плохо создают если честно там там поднимал вот что мужчины все сфалометрии все это невозможно просто все мериться это иногда устаешь мало того те кто устает они знаете что делать они связку приезжают знаете есть этот альпинистов когда сорвался если короче они просто сжимаются сжимаются и сжимаются сжимаются и сжимаются таким образом чтобы двигались да но это же не мотивируется вот в общем я думаю это должно быть полезным для того чтобы понимать куда нырять вот вот это безопасно война не больше 3 часов я в сетевой залазил наверное раз шесть пробовал я уже пойдем сетевой у тебя не не умею я залезли туда со своими добавляем короче женщина требует внимания одна а когда у тебя команда 150 человек знаете сколько не внимания хватает всего и надо же ты сказал именно ты вот ты просто написал все она будет уточнять все 150 женщина ответить всем 150 человек в этом сила коммуникации у вас и у вас говорит очень высокий женщин и сегодня ответ мучить внимание а внимание адекватного женского женского бизнеса есть вещь это немножко сексист это банк бизнес слышали выражение это вот это бабский бизнес умен настроен на прибыль мужчина когда мужчина видит вашу композицию очень 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 и поговорить это делом станет начали приходили чё и приходят приходят любовь стихот меня у меня два бизнеса, у меня в туристическом плане ничего, сколько ты зарабатываешь? ну мы только начали, сколько, два года, три вниз нет а она что, говорит ей, ну муж тебе 5 миллионов в месяц дает, я вот туда с утренником раздаю я говорю, позови ему уже, муж приходит, ну где ты это делаешь? гениальный ответ, я вот ей дал, мозги и он 5 миллионов просто раздает, чтобы его не трахать понимаете силу вашего вот этой птички-мозглюги? но он готов за спокойствие платить 5 миллионов и та женщина, которая будет себя вести адекватно, получит все надо вести себя неадекватно адекватно вы, я самая неадекватная женщина, да? нет, а можно им неадекватно, чтобы тебе 5 миллионов дали? это слово адекватно это знаете, это вот манипуляция это отличие харизматичного лидера, ну вот, директора от самодура, да? то есть нельзя передавливать поэтому но запомните, когда вы будете клевать в следующий раз нос к своему мужчине дядя 20 и в синий мозг умирают понятно? аккуратно не надо с разбиркой внимательно ну за инфрацией это много это зависит от уровня боли понятно, да? ну, вообще, в идеале, если честно, всем женщинам предлагаю, ну, вообще, на мужчину все перекинуте сидеть но здесь другая компетенция здесь совершенно по-либо, ну, потому что я как-то сейчас статус иммунно был, помните, говорим, сейчас мы пошли и раньше были статуса и одна женщина написала тяжело гонуть, когда умеешь плавать вот очень сложно не зарабатывать когда вот мужчина у тебя не может зарабатывать, а ты можешь дети плачут, потому что там камнями ты их кормишь и вот очень сложно не встать и пойти не зарабатывать вот очень сложно очень сложно я свяжу и мало того, еще и на ему яйца не выступить потому что, когда он не зарабатывает, то у него такие, у него гордыня просто, ну, вот знаете, да, чем больше эко, тем меньше денег слушали? если у тебя денег, у тебя денег ровно настолько, сколько ты избавился от своего эко и уничтите женщин так же и чем раздутие эко, тем денег меньше я свою жену в свое время довел до такого просто мне, у меня дети играются даже чтобы поняли ситуацию, в особенности играются дети, пятилетние, да? моя дочка с дочкой и другом итак, давай в магазин я тебе вот это а ты не ввести я говорю, откуда у меня деньги? мне бабушки какие-то тренинги читают вообще денег нету я не живу короче, вот я два года мы там проедали золотой парашют с конкурс последней работы я вот лежу на диване я смотрел в день, наверное, по два сериала два сериала в сутки я не спал вообще просто какую-то херню смогу в компьютере я так психовал что жена, чтобы меня не инвиноват я обьюзировал только это, короче, был она выходила на улицу с трудным ребенком чтобы я не психовал а та что плачет? да и и видимо я довел ее на ручки это было то есть это не месяц ну, год или два она так приходится не зарядок вот ребенок дочка старшая и она садится на диван не на диван не на диван на на кровать и говорит мы тебя очень сильно любим я говорю че? вместе с Дохом это 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 те были слова когда я встал знаете че я сделал? я сделал все что бы у меня не получилось это был четверг когда мы вместе с Дыханией это был где-то обед да я лежал думаю, еще не был заняться в этой жизни там вот не для того меня мама да это короче где-то в час ночи я понял что надо провести хотя бы мастер-класс чтобы сказать людям кто я такой я пишу в фейсбуке у меня так было 500 или 700 подписчиков я пишу в фейсбуке будет мастер-класс там организовал группу там и когда мастер-класс завтра пятницу это четверг ночи короче я в пятницу организован день до пятницы вряд ли что получится я это объявление написал чтобы не смотреть как меня там унижают такое и так далее я закрынул и уснул утром просыпаюсь и не знаю в группу вступило 25 человек и комментариев в вагон знаете какой вопрос адрес да я думаю тут еще уже офис нужен я по телефону начинаю искать офис сижу всех звоню мне говорят вот здесь офис есть там бесплатно это мне бесплатно давай это она что-то такое она дала в офис спасибо прихожу в офис 0 0 я фотографирую пришел я пришел я здесь даже если вы не придете за собой работать пришло по-моему 18 человек и так получилось мужчина на вы все женщины делаете спасать вы начинаете спасать косвенно денег и думаете чушек ну так недовольный ход никогда не спасайте не занимайте деньги если это не бизнес партнер топите и самое крайнее кажется в долгах сама еще поэтому лучше улучшение да надо переждать да надо потерпеть она женщина приезжала у нее три ребенка от разных мужиков красивая девочка она первая с первого не министра а у него родители богата у него нет и она приезжала домой она уродитель поединок домой приходит дома ничего нет я вот о чем мы будем кушать и он одевается и на вторую работу и чувак работал на трех работах чтобы ее покормить потом меня развеетесь короче гениальный смысл идеи в чем три ребенка одевают три мужика которые в школу понимаешь и когда он говорит любой почему я должен платить за троих хотите гениальный ответ вот смотри если ты заплатишь за одного а у меня денег больше нет я же твои деньги на троих поделил я же не могу ушах купить я только твоему и каждый чихлится за своего трое захватили за мой тренер да за дорогу очень молодец молодец справа чисто жен это сам оценка вот вот такая она это это боевое изучать скучно все сотретесь есть есть уровни людей вообще вообще это фальшистская идея, я сейчас расскажу, если куда-то зашли, да? Это я на одном семинаре увидел, это не мое, там целое исследование, там это стоило, по-моему, полторы тысячи долларов, чтобы узнать на каком-то уровне развития быдья. По мне и так видно под глазом, да? Очень многие женщины, очень многие женщины, они говорят, просто я сразу не увидела, ничего? Тебе подруга сказала, мама сказала, да? У тебя в рыло уже дали пару глаз, какого хера ты сидишь? Я не знала, на первом свидании языка видно же все, бля. Но если ты сама пешком ведешь в дождь, наверное, это не стоит уже. Куда бы ты ни шла едет домой уже, бля. Есть уровень развития души, не всегда, все уровни, я не знаю, это с чакрами, это с юрветы откуда-то взяли. Короче, вот так развивается человек, потом вот отсюда развивается и в такси раз. Прикол в том, что человек, вот они называют это мод. Там мод 1, мод 2, там 3, 4, 5, 6, 7 штук. И прикол в том, что если ты находишься на моде 1, ты, если всю жизнь будешь развиваться и потратишь на личностный рост, ты останешься в моде 1 в конце жизни. Я говорю, почему говоришь не фашистские теории, потому что шансов нет. Все разные. Если ты вот здесь, то ты будешь учиться и развиваться, вот здесь никогда в жизни не окажешься. И поэтому мы же видим, что одним людям там таблицу умножения дается, вот с ней кому-то родился, а другому надо учить 5 лет, чтобы ее запомнить. Кто-то там танцевать умеет, а кому-то надо прям учиться, да? И вот это. Это вот про это. То есть ты всю жизнь потратишь и научишься как-то скорее затанцевать. Жизнь у них хватит. А что за таблица это? Как можно? Я говорю, что 1 тысячи долларов кому-то надо запомнишить, и сказать, как это был ты ноги. Я так думаю, если... Вот смотри. Мужчина. Мужчина, да, допустим? Может, почему не знать, ЖКФ? Что если мужчина, например, ты взяла его вот отсюда, ты никогда его не плетаешь вот сюда. Успешный человек и не успешный, если даже баня мужик, как его отличить их всех, скорость принятия решения больше ничто не влияет в мозг. Если он зубную пасту выбирает больше, чем 5 минут, нахуй его вообще не будет. Если он тебе... Он говорит, ну и полегет в Турцию, да? И если прошло 5 лет, и ты не попала в Турцию, что бросишь его? Что ты ждешь? То есть... А? Нет, видите, это же тоже... Это еще тоже еще одна из женских задач, у меня таких ловушек. Ловушек. Когда тебе кажется, что ты достойна, а вот он не достойен. Всегда же достойна, да? Нет, ничего. Да всего у меня. Вот то, что он тебе дает, у него достойность всегда большего почему-то, чем он дал. И вообще никакую женщину бесить мужика, который лежит на диване и ничего не делает, даже если он только бы зашел с работой. Да, конечно. Хуже картины для нее нет. Я не хотел, я не знаю, что ты сделаешь 키шки, что ты делаешь, чего вы написал, с этим музыками, я че даю. А ты вот почему не на местном? Т.е. там по-моему другой, а у нас женщина так не решает. Там мужчина очень ниже в репрессионной виталитете, и его просто уже нет. Там мужиками, они типа равны по сулам, по сути, будут вместе. это я в москве да 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 они сами хотели эту чернику да 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 но я почему ей это говорю а вот здесь не стоите лучше иногда прочитывать они стоят в просто случае такого проявления например европейские женщины они уже перестали смотреть на мужчину как на ресурс ну да у нас до снг все равно она смотрит на мужчину и начинает выбирать свой ресурс ну не знаю ну в смысле они тоже смотрят когда они не думают нет, ну понятно, да но как бы активно то есть это так не происходит потому что в магазинах там очень мало они не особо любят чтобы цветы дарились ну даже нет детей но они не одеваются же чтобы им цветы дарились я потому что почему идем туда туда если мы сейчас идем это вообще из-за того что большого количества большое количество классных женщин приведет феминизм мальчик который видит униженного папа не всегда чаще всего и за счет этого если унижать своего мужа или отца я купил вот такую книгу Оша, где он Оша мужчина я вот так листал такой Оша о геях очень интересно я купил книгу почитать в самолете открывая вот так властных женщин приходят детей у мальчиков есть я же мужчина и когда мужчину унижают я терплю это вот у соломонова есть папа твой мудак это вот от этого отношения идет потому что он думает если папа мудак я хороший в этой параде пока живет и потом о том что обсуждение на цель сейчас очень многие бумажные это что у них судьи знаете вот это такой самый большой странный но есть ключ если пока он еще не попробовал если уже знаете папа твой мудак если вот так то уже поздно но если у него еще не было социального опыта и ты видишь что его тянет и ему надо просто и ручку дайте быстро чтобы у него первого опыта был с женщиной и тогда он там останется по центру а и 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 ты сама по коне бессмертный окажется вот здесь его дотяги вот как только ты его приведешь туда куда он не хотел он тебе будет ненавидеть он тебе придаст извинять и ты короче с ним первым еще окажешься 50 лет поняла а если ты и он один вы там быстро окажетесь даже ничего не надо нет на нижнем там не остань-то ему держи с тобой подержи понятно потому что смотрите чем чем денег становится больше тем проблемы растут вы не верите что можно будет иметь большие деньги без проблем вы видели налоговую же таблицу и хорош потом куда что-то свалятся деньги как их выводить битвойн надо разбираться как выводить это все ладно вывезти то есть очень вот эти уровни недавно здесь разбирал передачи на следствия 5 наследников и там денег это большая проблема непонятно кому сколько дать и за что надо с долгушку отдавать все а надо еще передачи налога налоги не попасть сделаешь типа они сами чтобы еще не перестраивать одно дело холминки другой делал опять тоже там это где-то как каждый семейный бизнес раз вакцина 3 и 4 поколения их просто нет если сидите что там передавать в династии короче не передается почти не придает нас скоро у нас это первый раз у нас нету есть институция семейного бизнеса да то есть процента книга как это все передается вот такие рекламенты но она противоречит казахстан ты сейчас просто я тебе как мужик скажу очень много же можно ненавистить ты это сталкиваешься в самолете она тебе в ребра пихает хотя у нас плечи широкие у них жопа широкая да я же не пихаю в твою жопу зачем ты специально она от окна вот прямо отталкивается и в гроб типа подвесила я думаю я где-то сейчас люди просто вот так то есть очень много женщин которые и вы же агрессивно лагентно вы же привыкли всю жизнь по мужиками вы же не в бойке там уходи на смерть любой вы же хоть и конкурс и он в один день просыпается да наверно я буду понятно то есть мужики тоже не видят женщин у меня есть один товарищ да у меня есть один товарищ и он говорит что ты не купишь себе голову алису будет мне еще какие-то баба дома пизде ну дурак, она же уникронная бля понятно то есть и мы на этом еще как-то женимся то не траха за фото то не вару в карму поэтому спасать мужчину с низкого уровня и вытаскивать его куда-то вверх я сейчас тоже кейс расскажу закончится всегда как одинаково плачево для тебя всегда не надо чтут получается сейчас я тебе объясню как человек который поднимает шлопа вот он на парковке где сидит у банка на парковке и он соблазняет председателя банка женщины и у них там отношения представили его уровень доходов и уровень жизни по данным служебам в парковке председателя ее полбанка ходит трахать чтобы за то что с последнего завещания трахать парковке вот он вот здесь то есть внизу пищевой цепочке у него интеллект другой и образование на хрене и она тащит его вот сюда в седьмой мотку сюда у него просто появляется деньги он ходил пешком поднимал вот этих шлопа садится на грузин предводить дней я тебе прямо здесь рассказывал и я и 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 у тебя и и и он он знает день рождения завтра к постели все и потекла бедительность усыпила он тебе я сейчас тебе приятно что заезжаю когда у тебя хер с яйцами вот такой альфонсов с тобой нормально смотри почему выгодно тебе слава а сильный мужчина контролировать тебя это вы хотите сидишь у поломателем да ладно Надо нам что-то делать. Знаете, во вторую и первую войну за кран с двиней вешают звезду. На фюзенях. Вот есть женщина, у которой уже места нет, а звёзд стоит. Вы поубивали мужику. Вот так, по-моему. А что делать, если мужчина сильный? А я? Будь слабый. Не получается. Не получается. Как могу притворять? Транцы делают вот так. Как могу притворять? На долгу мне не хватит. Смотрите, есть задача такая, чтобы, типа, будь женственной и так далее. Смотрите, нет, нет, сейчас. Смотрите, мужская сила в тебе выходит всегда из-за того, что ты не доверяешь мужчинам. Понимаешь? Твоё недоверие к мужчине приводит тебя к тому, что ты должен делать всё сама. Он говорит, давай тебе две отверстия, я ему дай сама. Что, я не могу, что ли, унижать меня еще? Потому что многие женщины, у которых сильное мужское начало, им кажется, когда им помогает, что их унижают. Да. И в этом проблема. Это называется в женской кирдыне. Эго. Нет, там куда? Да, да, да. Поэтому я сама всё делаю, да? Нет. Нет. Я просто о том, что... Я просто до конца не доверяю, и всё равно иногда, как бы, притворяю, что... Это как сарказм. Сначала засимулирую, что там получается. То есть, вот это женское гордыние, когда я сама... Когда, почему ты идёшь сама работать, потому что он рядом лежит. Тебе кажется, что он не думает о заработке. Ты идёшь сама зарабатываешь, приносишь. Это первые ошибки, которые ты могла совершить. Даже если ты пошла заработала, пока не говоришь, пока он не встанет. Есть женщины, которые зарабатывают больше, чем мужчины. Тоже я вам сейчас кисерскажу. Представьте, девочка, которая заработала там пять квартир. И муж не знает. И платит ипотеку. О! У неё пять квартир. Она... Он, короче, работает там, что-то там зарабатывает, но она её закупила на ипотеку, чтобы он развивался. Ну, для неё мотивация. Он берёт ипотеку, платит ипотеку, а та покупает квартиру потихоньку. При этом у неё несколько детей, там, трое или четверо. Она онлайн зарабатывает. Она из дома в летнику ходит. Ему кажется, что она не работает. К чему привело, скажи? Не знаю. Если бы она сказала, а он вообще не работал. К чему привело? По концову сказать. Разговоры. Разговоры. У тебя пять квартир. Он такой... Бля, это месяц ипотеку плачет. А ты пять ещё купила. А что она должна была сделать? Да ничего. Правильно сделать. У меня это надо. Потому что бронёй приведёт к формиру ещё больше. Понимаете? И когда он это узнает, он почувствует себя унижним тогда. Нет, а если она сказала, он бы расслабиться, а он бы вообще не работал? Если есть, то есть? Есть, но это и в том, в том случае, развод был. Просто по ним побудили. Почему разводы? Потому что разводы не было. У неё мозгов хватило, чтобы всё пройдунуть. Один растёт, второй не растёт. Всё. Вот то, что вы говорили. Один, кто-то сторонний не растёт. А вместе расти? Вместе расти можно, но получается такой поступательный рост. Вот такой. Смотрите, сейчас тоже ещё. Вот такие ступеньки. Да? Тих-тих-тих. Смотрите. Такие ступеньки в доходах, да? Чаще всего, когда женщины... Ну, вот у нас как было в семье. Я пошёл вперёд вот сюда шагать. А женат, ну, с детьми где-то занималась вот здесь. В какой-то момент, ну, реально, мы уже, конечно, если честно, немножко срочи. В том плане, что она прикрывает тыл. Ты такой, башешь, башешь, башешь. В какой-то момент тебе кажется, что она тебе недостойна. Когда ты вот здесь... Клянусь вам. Я не знаю, что это за херня. Это вот, это самоцепление вот так, мужской у нас тоже тоже. А когда ты женщине говоришь, что она красивая, Чего она говорит? Ну, я просто голову помню. Чего-то, можно, знаете, там радоваться, да? Угу. Когда мужику ты говоришь вот мне, ты такой строй, ты такой, я же, блядь, верю. Я же перед зеркалом стою ещё и такой, ну, ну, правда же, красавчик? Понимаете? Поэтому... Мужчина верит в вес, которую ты ему лучше льёшь. Он не... У него даже нету сомнений, что это правда. Что за прошлое делать? Кабли, это не больше. Смотри, нет. Вот в какой-то момент, может быть, вот здесь оказывается, ему кажется, что она недостойна. Ему нужно остановиться и посмотреть, обратить внимание вот здесь на неё. Её начали дотягивать. Потому что материально... Женщина развивается, честно, если материально в плане вода. Да. У неё сегодня там она мантра назовела, и вот сюда её приятно одеть, что сюда тянешь, она воспринимает, в принципе, это нормально. Ну, через месяцов-два. Мужик вот здесь шёл несколько лет, она вот так переоденется. Потому что в плане денег женщина развивается быстрее. Но духовно женщина развивается чуть-чуть подтормаживает. Мужик развивается духовно быстрее, чем женщина. И поэтому вы выходите все по тренингам. Знаете, по нескольку лет, да? И потом муж вот так придёт, в конце вот так посмотрит, вот перед рукой. Вот. Я ж тебе это вслышусь говорить. Что, тупое? Вы вот 10 лет это живёте сейчас? Да, да, да. Понимаешь? И столько разводов у этих духовных эзотериков, да? А потому что я трахалась 10 лет, и он пришёл вот так всё и без этого в один момент и разводов. Потому что есть политики. Это почему? Потому что у женщин много вот этих вот духовных. У женщин, она семья, ну, как образ. И она, в плане материального блага там или чего-то, она быстрее развивается, чем духовно. Чем духовно. Женщина духовно может развиваться, но быстрее, если мужчина развивается. По-любому ведущую роль, вот даже если, например, на нижнем уровне, то мужчина должен, да, первым внести. Тогда он женщин. Ну, у нас так было, да. То есть, если ты хочешь, чтобы мужчина зарабатывал, и его толкаешь спину для того, чтобы лучше он зарабатывал. Ты можешь даже здесь сделать вот это, вот потихоньку, потихоньку. И у женщины интуиция бешеная ещё. Все партнёры, в которых я вот где-то там говорю, вот организатор там, вот жене вот так показывает, нормально. Не связывайся так. Нормально, вот прям работает. И она вот потихоньку, потихоньку, знаете, сколько так. Чтобы вы поняли, первоначальное накопление капитала, когда я начал вот только вот эти деятельности вести, я в один день вот так сплю дома, и кто-то играет на пианино. Я же не говорю, кто играет на пианино? Саша и дочка. Как бы она же вчера только пошла, она уже пятый класс. У меня дома не было вообще. Преподаватель по пианино три раза в неделю, два года к нам ходила, она меня не видела ни какого раза. У нас не совпадали графики, что я был дома. Она вообще думала, что она врёт, что я вообще есть. Потому что я с одной комбинировке в другую, вот так же, я себя. И она вот это без меня, она всё терпела. И в какой-то момент, когда я оказываюсь вот здесь, фунтамент я недостойно, что на себя посмотреть, что это такое вообще-то. А я же это, смотри, красавчик, 126 кг. Не, две глазки. Понимаете? И ты начинаешь у тебя какие-то там конструкции, надо что-то там туда-сюда. Почему? Поэтому в какой-то момент останавливаешься и её убиваешь в золото там этот, потягиваешь сюда, она переборелась и всё пошли дальше. А это у вас было вот сразу? Или сначала там с кем-то погуляли, туда-сюда, потом… История этого молча! Я не могу сказать, что я не взял этого мужчину. На который все летели туда. Нет, просто увидели, может быть, то, что, блин, и моя жена красавица. Как с этим лучше к ней идёт? Сейчас я тебе объясню. Ты, вот здесь, Андрей, ты когда оказываешься здесь, у тебя другой круг общения абсолютно становится. И ты начинаешь сравнивать свою женщину с теми, с которых ты видишь. И потом ты смотришь, ты думаешь, ничего очень за фигня. Вместо того, чтобы её потянуть в себе, ты начинаешь искать к этому. Мужчине идёт всегда лёгкими путями. Это, знаете, как я, одна пришла, тут женщина, тут я хочу развестись, там это у меня может быть такой крутой. Я говорю, возьми деньги сначала, купи квартиру себе, там на маму меня никогда не просит. Короче, я тебе музыкни сейчас, делаю то, что я говорю, она короче купила себе квартиру, потом ему объяснила, что она разводится. Что он сделал? Полностью финансово для этого блокада делает. Все карты нахер закрывают, нинь копейки не дают. Почему? Потому что мужчина считает, что предатель со всей стороны, а предатель не достойный вообще никаких блоков. Проходит 3-4 месяца, она мне благодарит то, что она вообще не осталась с голыжобой. Теперь она говорит, я хочу вытащить все, с него теперь выбить, этот, для детей. Я говорю, а теперь заткнись. Да? Не нужно ему вот так. Хочу делать, сам сделать, сам. Нет, ну ты же, я говорю, я тебе говорил про тебя. А теперь заткнись. Я на полгода помолчала, а потом приходит муж там все в квартиры там образованность. И я говорю, и он, безхознан, долго не будет. Я говорю, ты не думай. Она нет, он у нас там что-то. Я не знаю, нахер вы разводитесь, если вы все посмотрите, что там потом. Какая тебе разница, то же не твой мужчина. Его не... Ты же развелась. Проходит, это, короче, я вам сейчас рассказал, это 5 лет прошло. Приходит, у нее шок, он там женится, что-то, я говорю, тебе... Ты бы знал на ком. Я бы, что, на дом работился, что ли? Да. Мужик трахает то, что рядом, блядь. Вот куда ходить не надо, там он и трахается, блядь. У него капец эффективность. Зачем ему куда-то ходить, с кем-то договариваться что-то? Рядом есть все. Чего? Теперь есть и на оборотах. А когда я не буду тратить? У нас все повторили. Смотрите. 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 Если мужчина здесь внизу остался, а вот здесь поднялась, и ты хочешь его сюда дотянуть, не надо. Ты его поломаешь, лучше бросить. Ты можешь прийти поговорить, ты готов или не готов? Если вы не готов, лучше бросить. Потому что на каком-то этапе, пока ты его сюда тащишь, ему появится здесь любовница по-любому. Который его понимает. Потому что тебе нужен там препятствий, а ему нахер не надо. Он вообще не понимает, что тут там появляется. Понятно? Это именно на фаре финансовом, да? Мы сейчас же про денег, у нас же бизнес-форум уже был. Да, да. Это я не знаю, как на фаре? Да. Что делаете? Хорошим. 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 Зачем тебе работать? Видишь? Это где же у нее пассивный доход. Вот, ты знаешь, муж – пассивный доход. Вот, смотрите, вы же говорите, когда женщина больше зарабатывает, она становится… Ээээ… Она пытается… Не, 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 ненавидит мужа, да? Ты не поможешь? Ты можешь? Мужчина зарабатывает… Мужчина кайфует, бля, когда он больше, чем ты. Нет, ладно, а он не зарабатывает жена. Он не станет ее ненавидеть, да? За что? Он может, он может поднять эту кровь и посчитать, что она не достойна его. Посмотрите. Посмотрите. Постоянные деньги будут попросить. Что ты развивала? Да, во-первых. Да, во-вторых. Посмотрите. Я вам сейчас посиделить. Сейчас скажу. Вот этих вот… Короче, вот эти вот где вот… Клубы листократов не собирались женщины. Я… Я просто… От низкого уровня развития этих женщин. У них мужья высокопоставленные реальности, высокопоставленные… Ну вот… Люди… Очень грамотные, да? И жены вот… Вот, если честно… Лесенец на пять лет ниже. Некоторые. Да? Ну почему надо делать с ней? Это по-любому развод другие. По-любому. Потому что пока мужчина растет, ты должна развиваться личностно и сексуально. Если ты… Женщина… Смотри, ты. Как бы меня не давали фигуристы, но женщина обязана быть красивой. Что вы мне угодно мне говорите? И вот это я все… Ну, все свои 125 килограмм питьешь это. Каждую складочку… Каждую складочку… Бонепозитив, я ли? Для меня полная… Бонепозитив… Даже если нравятся ему эти твои складки, то вот этот… Во время сесса нахер меня… Либо вот берут, да, там, вторую, третью жену, да, и… Вторая, третью… Я вам сейчас гениально вещь скажу. Вторую, третью жену берут тогда… Смотри, вторую, третью жену берут тогда, когда ты не смогла потратить ему деньги. Когда ты не смогла освоить, тогда вторая, третья жена. Когда он ее одну тебя прокормить не может в их отделке, ему не на второй. Услышала? То есть… Но! С одной стороны, стены… Слушай, как я ее не травить! О, да, да! Где золотая сила? Где золотая сила? Короче, у тебя даже не хватает ничего. Смотри, квартира, машина лучше. Ты должна потом в дом, коммерческий недвижимость, остров хочу, самолет хочу, вот это не должно… Но ты договоришь, не я хочу, а что нам надо? Нам надо. Детям надо. Нам надо. Детям надо. То есть ты постоянно новые цели. Как только ты чувствуешь, что у него там миллион появился, сразу что-то покупаете. Нам! Мой… Мой… Вы говорите, что нам надо банкован своего мужика. А вот как этот шаг не будет идти? Выiez, что… Я же делаю… Мы же сейчас… То, что я сейчас… Это его броню. Но когда ты будешь объяснять, что ты 50 тысяч долларов засадила в Турции за 2 недели, не увидишь, что потом денег прошло. Понятно? Услышала? Мне интересно нам, мне интересно мне. А как это так? Нет, мне интересно тебе, но ему говоришь интересно нам. Теперь давайте вот так, немножко такого женского вкину. Как сделать так, чтобы он на тебя тратился подарок дороже? Да? Ура! 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 Я намногоeed собраю. Смотрите. Туайер. Ура! Ура! Мужчина позволяет тебе тратить столько, сколько он позволяет тратить себе. Да? И поэтому если ему почему-то не позволяйте, у него там вот этот стеклянный потолок, у него, значит, преграда в голове, что это дорого. Тебе нужно что сделать? нужно его парадигму сломать никогда не воюй с мужчиной в лоб ты огребешь так тебе мало не покажется я гребаю понимаешь потому что ты постоянно вытаскиваешь и ты говоришь ну ничего блять и он тебе вырвать сразу я тебе говорю никогда не воюйте с мужчиной под критой никогда не выходите с мужчиной на на агрессивную какую-то на мужскую стезю потому что он в этот момент видит не мужчину он не женщина, а не танца бедника ты получишь так, как никогда не агребала нельзя так делать мужчина он эффектурный в такие моменты потому что на агрессию он сразу отвечает агрессии нет, конечно, на твоей агрессии я считаю ты сейчас вкидывала, дорогая за это можно просто получать я не получала, наверное, да ну скажи, боб, мне приседаешь или что? я не знаю, я не знаю я не знаю то есть, смотрите отправляешь его сначала на тот тренинг если мы про тренинги, который для него дорогой и ломаешь его мозг он пойдет, посмотрит, и ты ему сломала это не значит, что если он пойдет на тренинг за 10 миллионов ты пошли на тренинг за 10 миллионов ему будет все, что до 10 миллионов в принципе, в пределах нормы но ты можешь это делать только каждый месяц понимаешь, если у тебя туфли покупает не вижу там, я не знаю, там, 50 тысяч недель заставь его купить туфли там за 500 ему себе себе же можно? да, в принципе, он говорит потом ты можешь каждую неделю покупать за 200 себе? тот выйдет больше ну, ему надо один раз это совет нам сдавать за деньги это хорошо номер моего телефона понятно, да? ношенская подарка очень упреждают и подарки очень важно поблагодарить то есть, если, вот смотрите никто не дарит вот если брать психологию любые науки точные сопротивление материалов там не всегда должно быть что-то твердое и там, в сопротивлении материала говорят все предметы мягкие исходя из этого все расчеты теоретические механики все предметы твердые из этого исходя делают расчет психология, я для себя взял все, сука, эгоисты ты ничего не делаешь того, чего не выгодно тебе если ты хочешь я тебе дарил подарок у меня должна быть от этого какая-то шкурная выгода мужчина дарит подарок не для того, чтобы тебе было хорошо я дарил бы тебе подарок, чтобы не было хорошо и поэтому, когда ты себя ногами выбиваешь и когда я хочу вот это и пожалуйста вот это понятно? я должен получить удовольствие но я получаю удовольствие тогда когда тебе от этого хорошо я подарил и ты радость, благодарность там взгляд снизу, я не знаю, как хотите радовать им очень понятно? и богат, так дороже и дороже каждый раз но если он тебе дарит ты не радуешься, он будет дарить потом другой какой-то бензар кого найдет на работе там, я не знаю, секретарь еще куда-то девочка там, соседей у подъезда, которой нет отношений но я ей в прошлый раз цветок подарила а она кипятком опасалась подъезда да? конечно, потом духи дней там вот вот тихоньку, ты смотришь воду кровати да? и так, ну понятно ты должна выдавать радость ему мужчина вообще после сорока он ищет, его ничем не радует ну и женщины тоже, ну вообще ничем не радует у меня знаете какая мечта у меня все личные материальные вот просто, ну вот, за последние два-три года ушли, потому что я эту машину купил радости на два часа вот ну ладно, неделю, может пока кожа пахнет еще квартиру покупаешь тоже радости не так много если находится женщина, которая тебя может радовать все, это развод же, для точно желательно, чтобы ты была жена конечно и потом в сцене у тебя стоит потом, вот у меня сейчас в сцене увидеть в этом манта называется как манта вот этот тритом вот эта херня вот это саватара вот я теперь хочу вот это я полгода там ныряю теперь на этом надайне я хочу пойти на макинус и увидеть эту махину понятие то есть это тоже дорого почти как хроникс но то как бы это эмоциональная потому что после сорока тяга эмоций а эмоции эмоции не вызывают те вещи которые не материальные просто уже от сердца никого удовольствия и удивляться уже почти нечего и человек начинает что-то искать чтобы можно больше вот этого гормона вкинуть в себя а радуется меньше и меньше что-то поэтому теперь я не хочу немножко этот чтобы у вас вообще вклинилось эту материнскую любовь книжку запишите и почитайте Мадеринская любовь, Некрасов? Да, читали. Читали? Тогда про любовниц, подождите. Так про любовниц. Мадеринская любовь, да. Как это называется? Мадеринская любовь. Про любовниц. Это знаете, как протеста, когда все засыпали, все женщины жили, и студенты спятывают. А теперь, чтобы не завететь. А теперь любовница. Мы рассмотрим с той стороны, где мне удобно, потому что я мужчина. Мы рассмотрим его с любовью со стороны мужчины. Любовь, где со стороны женщины, это чаще всего либо она не может его бросить, либо она уже хочет возрастить, но почему-то там материально зависит. Чаще всего, потому что они не бросают, потому что материально зависит. или он говорит, что детей заберет, или у него власть, или у него власть. Чаще всего, когда она предпочла одного мужчину и другому, уже семью, семью уже не десять лет уже. А? Чаще всего мужчин уже... Сейчас прям... Там разница в десять процентов. Сорок и пятьдесят. Какая она... Мы же с кем-то трахаемся, это интересно, на всех десять лет. Какая девушка? Это привыкли, что женщина святая. Вы это знаете? Просто женщина охватывается. Женщина, я не скажу. Я как-то, когда четырнадцать лет Ваня занимаюсь, я так не наслушался уже. Меня не обманешь. Вы изменяете еще, как и Ваня еще изменяете. Он никогда в жизни не узнает, потом никогда. Может, это... Значит, это какой он был? Ну, так на первое время не надо, чтобы он зала. Кто? Желательно. Вообще, желательно, чтобы он в этом не участвовал. Да. Нет, вообще, никуда у вас даже не хватит на поезд. Давайте я вам чуть-чуть... Давайте я вам чуть-чуть... С точки зрения энергии и эзотерики, вот этих взаимоотношений, любви, денег и так далее, да? То есть, я думаю, что это всем интересно. Короче, вот так. Когда происходит семья, только вы начинаете серьезно встречать друг друга, да? От нее вот сюда. Две единицы энергии, на один фунт. Женщина всегда энергетически отдает мощь, чем берет. Но не энергия, энергия берет мощь. Мужчина энергия дает эффект сюда вот так. Вот эти энергетические связи, они где-то на уровне пупка, то есть, ну, оно вот, это в любой тоже там энергетический уровень, где-то там где почитает. Вот. И сейчас раз... И теперь, смотри. Там вот так. Его первая чата, что-то там дадут звенье. И вот там вот, да, дадут сюда. Потом он и говорит, да, тебя будут защищать. А она говорит, да, я не беру. Да, и вот так вот так вот. И вот, вот эти все связи до всех уровня чата вот происходит. Теперь, сколько будет зарабатывать мужчина, зависит от родовых программ женщин, или от ее установок каких-то. То есть, сколько будет зарабатывать мужчина, в планку ставит женщина. Она говорит, допустим. Я буду в доллары, чтобы было все понятно, а допустим 100 тысяч долларов. Хочу в месяц. Да? Он говорит. Там они там, чаками там по... Диффлюзия произошла, короче, там вот проявление. Он говорит, окей, на тебе сюда хочу. То есть, он сюда выдает 100 тысяч долларов. Да? Женщина вообще там, вот если опять туда возвращаться, там, она там, матка соединяется с семьёй, что-то там воровки, туда-сюда. Энергию получается вот отсюда. Да? То есть, почему материальная женщина идет дальше? Мужчина соединяется вот отсюда. То есть, ты даешь энергию у суда, через него соединяешься вот так. Он тебе дает сюда соединяется вот так. Понятно? Теперь он тебе дает 100 тысяч, но и ты, как бы, эта программа, она, как это, как это, устойчивая. Теперь нарушает воровновесие. Здесь появляются человека. Да? Да? Теперь 80 процентов своей энергией, скорее всего, будет уходить не сюда, будет уходить не сюда. Вот это, но ты, ты же не говоришь, теперь мне хватит, 20 тысяч. Ты же сегодня вот это вот хочешь. Да? И он... А ты хочешь удовольствовать? А? А ты хочешь удовольствовать? Вот это. Схуй, я... Видишь, она вот невнимаемая просто... Схуй. Все в себя передает. Здесь, смотрите, она выдает сюда энергию. Вот 80 сюда ушел, и он сам. Она ему выдает теперь не 8, а сюда будет 20 энергию. Вот так. И 8 кто на стороне взял? Где он смотрит? Нет, нет. Вот эта схема, он будет теперь на моральных воневых, вытаскивает 100 тысяч, которые ты хочешь. Но не хочет быть счастливым, иначе он изгорает жестовым. 5-6 лет. Ну, как раз. То есть, пока дети подрастут там, то есть, да, но проблема в том, что женщина зарывается в детей, и очень тяжело оттуда вынывать. Очень сложно. Такой будет сказать, как, не возрушишь 6 лет, ты там, годом был в тебе. 5 лет, он на мужем доходит, а из какой-то моего, бля, не сын не был, да не боли, да, то тебе не надо. Но в этом великоле должен быть все равно у женщины всегда когда-то правильно должно быть внимание сюда на него, чтобы потом это болезненно не оторвалось. А то будет от нашего отополосения видеть, что это должен был заметить я, я вам вернусь. Там вот так. Наша однополая семья, там мама, бабушка и девочка и ядра. И ковка стилирует вот так. Вот. Она дает ей 20 энергий, он дает 40 тысяч. Энергия обратная в деньгах. Теперь, допустим, это происходит 5, 6, 10 лет. И вообще, честные мужчины, которые не уходят на небо, когда они существуют? Существуют. Они умирают до 20 лет раньше ее. Серьезно. Я не ловлю. Ты можешь, ну я же много семей уже разобрал. Мужчина, если он в такой категории, где его игнорирует жена, он умрет до 20 лет раньше ее. Серьезно. Жириновский же прав. Ну тоже он. Не, ну он же умер от старости. Гитлер столько не убил, сколько женщин убил. Здесь смотрите. В этом тогда без внимания мужчина дома, да. Он пашет, пашет, получается просто он отдает сюда и больше ничего здесь не будет. Это очень опасная схема, потому что все равно что-то здесь появляется. А появляется здесь у нас, мы сейчас нарушаем, наверное, весь еще раз. Появляется здесь. Но если брать моложе, то не, не, а там в смысле? В чем смысл? Теперь здесь получается вот сюда и на дерево. Но сюда если вектор надо брать, то сюда чуть-чуть сюда. Какие-то деньги сюда сыпаются, это те, которые у этих сортопадов, он подбирает на дерево и сюда. Любовница Аня. Любовница Аня всегда в проигрыше. Никакого смысла нету поступают. Но единственный смысл ее, кормить его, потому что она боится отношений сама. В таких отношениях замуж не надо. Вот что здесь цена. С женаками кто встречается, они не хотят сидеть. Конечно, не речь всех видит, когда он там к манифуму, и там что-то куда-то отправлять, и в моей виде она будет не нужна. Но это только в моменте, когда у нас звезды придет сюда и в курс. Потому что он сразу попадет во френд-зону, когда свободный был. Во френд-зоне у незамужних женщин самые хорошие люди умерли. Это с друзьями не трахаться. Вот у них вот там френд-зон, это километр там. И никому не дает это. Понятно, да? Здесь, смотрите, очень глупо брать любовницу с меньшим количеством энергии. Мы же, ну, может, берем, ну, хотя бы такую же. И, допустим, у нее энергетически она подает тоже год. 100 тысяч. У него становится 120 здесь. Он начинает зарабатывать, он молодеет, по ним уже видно, когда-нибудь у нас появляется по мужикам. Или вам не видно? Короче, он молодеет, у него хорошее настроение, блядь. То есть он зарабатывать начинает, понятно? Спорт зал записался, блядь. Для кого ты в свои куги обреешь, блядь? Спрашивает потом жена. Он говорит, мне просто жарко, блядь. Уже 5 месяцев как жарко. Поняли? И вот он, он начинает зарабатывать и все деньги несет сюда 120 единиц. И у нее появляется вот столько денег. Плюс. Плюс. Все в дом. Аутсорс называется. Да? Вы отдаёте заставку, 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 на аутсорс. Вам за это платят услугу. В просьбу что-то по-любому поставить? В просьбу что-то по-любому поставить? В просьбу что-то по-любому поставить. Вы советуете вот эту схему ставить? Я рассказывал, как есть. Ты, главное, не слышишь, да? Я постоянно говорю. Вот все минимальные вот здесь. Надо ему вот сюда. Вы это пропустили. Самое главное вот это увидели, да? Это вы без света говорите. И все, что вы делаете, самое хрую, вы их туда идете. А это мне сразу без света. Да, да, я понимаю. Теперь смотрите. Что делать как обычно в этой охотнице? Если он дорвался на охотницу. Ее задача привести его из семьи. Что происходит? Месяца три, может полгода это длится, да? Потом в какой-то момент она говорит. Мне нужно сидеть. Я, короче, другого нашла. Ты иди своей. Разбивать свою я не хочу. Она же честная. Вот, честная, да? Может, я считаю, что она честная. Вот, она будет обманывать. Она вот сюда внутри, что она честная, потому что, ну, вот, очень ничего выясняется. Это не манипуляция, короче. Сейчас идет, которая чистая манипуляция. Но для нее это не манипуляция. Это манипуляция, она собственной совестью. Это та борьба, которая у вас всегда. Это вот сто синий, на каком всегда они идут. На первом, блядь, на третьем динамо, да? Очень сложная разобраться. Она говорит, пошел туда. И она перекрывает. У чувака у нас 120 консинетов. Становится 20. У мужчины состояли инфаркты, прям инфаркты. Он реально умирает. То есть он вот такой ходил, и он просто в говно потупить. Теперь он говорит сюда, дай, она говорит, дай, 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 дай. Он идет домой и говорит, дай. Она говорит, дай последние 10 лет копеина. Жил на моих 20 процентов. Вот 20 вот этих лет. Что бы поменялось бы, что бы он? Не даем. Но он еще в какой-то состоянии как-то еще там что-то. Что-то еще живой через ногу. Что-то там хвост что-то слегка да иногда. Теперь, если здесь задача его вывести от нее, нужно нарушить эту конструкцию. Она пишет там ночью, если вы какой-нибудь херню, прости, извини. Ну, такой благостной, блядь, хмю. Но чтобы было понятно, что у них отношения много. И это в какой-то момент узнает о ее связи. О существовании ее. Теперь женщина любая, которая неподготовленная. Что она делает? Она как, пошел ты нахер, я тебе верила, доверяла, а ты твои эти пятерых веки где-то родила, а ты променял меня на какую-то, суку, страшно. И у него было, блядь, 20 и теперь ноль. Что он начинает искать? Здесь ему не дают, только ему кислород перекрыли. Он начинает искать новых. Каких-то там. Но проблемы, знаете в чем? Чтобы тебе доставалось энергии от них. Тебя должны любить. Тебя должны любить. Но они просто с ним тратятся, потому что мы просто. Энергия здесь тоже норма. И в этот момент ловушка открывается. Как это говорит, иди сюда дорогой, и он идет вот сюда. Вот так. И таким образом они добиваются? Да. Три месяца. Любого, блядь, семьи можно выгодить. Любого. Я не знаю, какого будет. 30 лет замуж веки не можете быть. Все. А также слова как-то... Мужчины... Они тут подготовлены. Тих-тих-тих... Теперь... Даня, вы сейчас слушайте. Я сейчас вам расскажу. Сейчас с другой стороны расскажу. Да. нужно сделать здесь когда ты просто берешь бросать вот это все отбрасываешь не только детей здесь и подруги и маму все бросаешь и все свое внимание даешь сюда что нужно делать берешь его уезжаешь страну где он не знает языка не понимаешь если он не знает и понимать все ты будешь на два-три месяца травмящего там везде у вас появляется восторе нового у вас есть интерес и все это и возвращаетесь потом такой все я теперь бывает вот задача нужна яйца речь потом вот это уже себе другого нашла очень страшно потому что здесь вот эта история вообще где-то 40 плюс его пороха на нее хватит на 2 когда ты сюда забрала весь порох высосыла пошел у меня никуда не денется уже потом все ты ему подносить потом будешь короче ты его короче сюда перетягиваешь а бывает мужчина приходит короче я ухожу у меня там другая вот такая ситуация она из гениальных решений мужчина когда разводится он всегда думает что дети останутся с тобой он никогда не будет шлезать вот берешь детей и вот так отдаешь его сюда блин и вырешивай себе новых на рожай то есть это вот такая это изыскание 14 лет я знаете сколько вас слушал вот эту схему вывести вот это в книге нет вот это в книге нет а у детей не будет потом правда да вы с этим потом разберетесь ко мне приведете для себя нет это все в том случае если мужчина нужен а это зависит от это зависит от количества денег у него если если они они не нет вот вот она же вы просыпаетесь с разными мыслями, но хотите вы одного, вы хотите все ресурсы его себя, вы разными крутями к этому идете, но вы хотите все, желательно бездорием, мы воюем за ресурсы, это мужская тема, это мы идем опять к воспитанию детей теперь к нему, видите как у нас конечное все, это прям обувь надо, есть мужское воспитание, есть воспитание женское, если еще женщина воспитает женщину, такую же женщину, как она сама, но с мужчиной это сделает просто инвалида, вот не страшно, когда сильная женщина воспитывает сильную дочку, это страшно для зятеля, не страшно для нее, почему, потому что ты воспитаешь по своей модели такую же машину для убийства мужчин, что вы с мужчиной делаете, вы воспитываете альфонсов дорогие женщины, одинокие женщины чаще всего воспитывают альфонсов мужчин, в самом-самом мужчина, который умеет манипулировать женщинами, это мужчина воспитанный женщин, круче его никто в этом не разбирается, он точно знает, что нужно запомнить день рождения твое, он точно понимает про церкви лучше молчать, то есть он точно понимает, как он заметит, когда ты поменял на прическу, если честно, мускулиный мужик, о, какая она тебе шапка, поливать он вообще хотел, ты ресницы убрала и он не заметит, ну а как же красота, это ты для себя делаешь, мужчина смотрит общий образ, он не смотрит детально, а альфон смотрит детально, потому что ему нужно сделать во время комплимента, и он знает, что в этом силу, он знает, как в тебе включить маму, чтобы ты начала его спасать. А получается что? Мама же воспитывает. Смотрите, мальчик, давайте синий сломать, чтобы было понятно. Это по природе уже получается. Мальчик, воспитанный мамой. Когда мама воспитывает мальчика, задача мамы, мама первоочередная, чтобы он не сдох именно сейчас. То есть безопасность в моменте. Да? Задача мужчины, чтобы он не сдох, когда будет сам, да? В одиночестве. Поэтому, когда мама видит, что сын там в копнике отжимает в обиду, что она делает, она берет шваку, и это пиздит все клубники. Папа что делает? Учит? Давай, давай. Он подкуривает вторую сигарету. И когда ты приходишь вот с таким плачем, пойдешь на бокс, так что да. И он идет на бокс, причем сам. А понятно? Теперь в песочнице. Мама, сын играет с машинкой. Какой-то левый мальчик забирает эту машинку. Сын начинает за нее драться. Что мама говорит? Поделись здесь с ребенком. Значит, младший, тогда пусть поиграет за ребенком. Нет. Я говорю это. Сейчас, сейчас начнем. Мы про это тоже поговорим. Теперь он возвращает сломанную игрушку, мальчик чёркает и чёркает. Начинает пить. Мама чё говорит? Нельзя. Ещё? Да ладно. Ещё? Драться тут некрасиво. Ещё? Теперь я не стану. Еще? Молодец. Я тебе новую игру оставил. И мальчик привыкает, что ресурсы отстаивать нельзя. Что ресурсы даются от мамы просто так. И почему это происходит? Не потому, что мама твоя такая кончена. А потому, что мама это безусловная любовь. Тебе не надо никем быть, чтобы она тебя любила. И теперь мы и травмированные женщины. Папа, он любит за что-то. За красным теплом. За заработанные деньги. За вторую любимую квартиру. За машину. И то, что вы въёбываете и хотите для заработать денег, это вы хотите доказать папе, что у вас можно любить. Это все безусловные. Тебе нахи деньги не нужны. Ты хочешь отстать любви. А мама любит просто так, что ты родился. Ты же вышел из неё. Тебе идёт сын с мамой и идёт с папой сын чуть побольше. Это не одно себе гораздо. Теперь вот этот избалованный чувак подходит и бьёт этого просто так. Сын, который идёт с папой, он врыл его в таком малому. Мама, это прям кейся, это вот в том его угол. Подвигаем, мамаши начинает таранить, что ты его бишь, ты не видишь он младше. Угадать ответ папы. Пусть ей лезет. Пусть ей лезет, да. Пусть ей лезет, да. Пусть ей лезет. Пусть ей лезет, да. Если ты младше, нет улезти. Это мужская иерархия. Если у тебя хит 15, а у кого-то 24, молчи. За самят баллы не покажется. У меня сам тоже подрался? Я спросила у тебя болеть. Это что ты ударил? Нет, а муж сказал, что ты плачешь? Ты подрался, ты его ударил? Он говорит, да, ударил. Молодец, все. Все, молодец. Ты же ударил, что ты плачешь? Молодец. Что ты делаешь? Что? Там, где нет папы. Там, где нет папы, вы берете, делаете для того, чтобы вам контраинтуитивно. Вы отправляете его на карате и туда сами не ходите. Он приходит возле урожего, побитый, а для него просто мочишь. Почему? Потому что очень важно отвезти его туда, где он захватывается. Паттерны мужчин. Паттерны поведения очень важны. Потому что ты воспитаешь истеричного мужчину, потому что когда стресс, у тебя истерика. И уверены истеричных мужчин, когда... Ха-ха, млядь. Блевать хочется сюда. Но это мама тебя воспитала же. Еще есть истеричные девчонок. Понятно, да? То есть истеричные мужики воспитаны мамами. Нет у мужчин истеричных, которых папа воспитал. А вы видите девочек, которых папа воспитывал? Что пиздец это же? Да только... Напрогиб тебя тогда... Понятно? То есть... Папа воспитывает высокоэффективного человека. И поэтому девочек папе лучше не отдавать, если честно. А как вы очень быстро принимаете решение? Мужчины, мальчики? Это на боксе, знаешь, как много реакций нужно? А вовремя не присел в нокаут, блядь. Это любые мужские игры. Они все на этом. Мужская игра. Сила и скорость принятия решения. Каких нет, блядь, вводных данных? Почему вы в мужских видах спорта всегда проигрываете? Потому что у вас нет силы. И в принимать решение дольше. И все. Вовремя присел живешь, а не присел везде живешь. Это приводит к жопе. Не понятно? Я вам хочу рассказать. У меня уникальная ситуация. Конечно, нет. Как у всех. Как у всех. Потому что вариаций, в принципе, не так много. С мужем, без мужем, вот так, вот так. И вот здесь, когда ты... Вот, девчонки, запомнить, все, что вы не проработали со своим мужем, с которым развелись в круг, вы проработаете, блядь, с сыном. Вы такого, сука, хапните. Там не скажешь. Характери, мы не сошлись, потому что маку тебе больше не сошлись. Если ты так сможешь, это будет самое лучшее решение, если ты вот так пошел сюда. Вот здесь от мамы можно... Мама, как в голову, там же, ты можешь с собой? Вот, вот. Пробегай с собой. Я и пошел. Вот здесь от мамаши нужна только вера, что у него все будет хорошо. И не спасать. И не спасать. Понятно? Это вот то, что он может в Бешумбаевне вернуться. Его постоянно мать спасала. Сто процентов, я говорю. И он неадекватный, блядь, он еще не понимает, что он отворил. Он же видно, в глаза вот так. Не сожалеете, ничего. Он еще не подлезет. Он еще не понимает, что это ебать не сделал. Систерной. Он не нано�. 40 лет прокатывает, а не прокатывает, что это chịфильон. Это всегда когда мама. И она останется, а она помрёт, одна останется. Сильная женщина, которая подавляет мужчину, которая гиперопекой занимается, не всегда умирает ребеночек. Вот этих бабок, видите, дяди ходят? Сто процентов все. Лучший вариант для женщины – это выкинуть дочь. Он выкинуть из своей жизни сына и поставить на это место мужа. Кого? Ну, какого? Кого? 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 Кошки, вот так, мужем, дойный. Через божжайшкин, что жаловы? Понимаю? Вы не сможете, ну то есть, женщина развивается только в паре. Теперь смотрите, мы все вот это послушали, да? Почему так происходит? Потому что в мужчине гармоничной 75% на это мужской. и 25% энергии женской. В женщине 75% женской энергии, 25% мужской. И если мы гармоничная пара, я беру твоих 25% мужской энергии, ты берешь моих 25% женской. И мы становимся 100% мужчинами и женщинами. Это возможно только в паре. Потому что никакой выгоды от замужества и от жениха нету. Никакой выгоды. Ни в мужчине, ни в женщине. Если говорить, что там, вот я за это убираюсь, то там работается сильно дешевле, чем в поверье. Сильно дешевле. Никакой выгоды нету. Для женщины тоже нет никакой выгоды в браке, да? Наски, трусы. Там готовят, что-то ходят перед ним. Орет еще временами, да? Это вот почему женщины, которые не видят, как мужчина живет, вот здесь же, где она с мамой воспитала, а мужа не был. Да. Это у меня жена такая. Это вообще капец. Она с мамой живая. Вот они в воду кровать в спаде, пока я ее не забрал. И когда я вот так сидел дома, и вот бывает напряжение такое вот. У женщины, я думаю, она с сироном мамой не поймете бы. Оно вот так нарастает над дизайнами, и потом говорит. АААААА, сильно рвешь, короче, в квартире. Просто молча. У жены, я думаю, инфаркта, и она выбегает, и такие, что случилось? Эй, что тебе наступили. А ты все сбросил и спокойный, как удар. Это уже не понять никогда. Если у тебя папа так не делал и ты не видела, что это так бывает, ты никогда так не поймешь. и ты не понимаешь очень проблема это парня и наоборот тоже и не было женщины он вообще не понимаешь эмоции он не понимаешь умолчил не умеет строить отношения у него чего пошла потом умеешь что-то морешь он не понимает твоих возмущений он если не понимаем его эмоциональный интеллект сильно низкий это тоже плохо давайте еще лайфхак и закончим для вас я хочу еще чего но вот когда аутизм аутизм во-первых мужчина что будет делать это будет видеть ребенка аутиста он будет всячески этого избегать потому что это прямое доказательство него будет казаться не казаться это же часть его это часть слабости которая проявлена в материи и он будет всячески этого избегать на это смотреть он не будет меньше подходить он будет откупаться днями зарабатывать приносить и уходить в общей доме скорее всего так происходит ему нужно время тоже чтобы это принять сначала осознать и потом может быть коммуникация нет а вот в плане тогда когда получается ребенок так и иначе будет забирать все только когда он спит только когда он спит только когда он спит нанимайтесь сделку отдавая максимально вы должны быть все равно в паре возьмите сидел ты не сможешь ты же не сможешь это же дети которые требуют постоянного внимания у нас короче имеем не прямо аутизм но типа да это как раз сколько нет еще есть ну еще не понятно что там будет да но в любом случае как бы вот пока непонятно не перейдет его нет смотрите если у него там этот речевозный задержка речевого развития ну все психо да смотрите вот эти как это называется задержка речи это тогда когда женщина плохо говорит о моцеринах плохо говорит и думает перестань на пылесосе у ребенка что-то лучше будет это из-за самотика все у кого ЗПН как это все издят про своих мужей он такой плохой ничего не может причем не рассказывай всем не только сама вот она подруги рассказала еще везде пожаловалась за так и есть просто хорошо еще не за граммом должен быть а? 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 если мы здесь если мы достигаем 100% вот здесь вот чуть больше достигato notes и чуть и должны быть импатии уже уже но наоборот импатия все и достигается понятно теперь то что касается мужчины всего два вида немножко шутел Я вам рассказывал не знает сколько там всего можно прочитать просто лайфхак на пальцах проще никто не объяснял одна кнопка эмпатия это тогда когда его надо хвалить если это мужчина эмпатия он потечет и он тип для того чтобы тебе что-то подарить он будет жопу повез и тебе несет вторая кнопка достигает это люди которые добиваются выбиваю все таки мускулины и не надо восхищаться гипер графировалась он поверить о мой цель на маслах есть и книги ты наш светочна то есть вот такой поэтому качающихся мире всем нам нужно нужно ты наша вот это вот здесь иногда мы же приход в таком настроении узнаешь сам прикол начала в парень там смотришь не проката резко вот сюда все у него сиропе от пошел там все у него состоит он такой все и все гоняю делать не хочешь так и разъяснишь нити чуку че можно этим вам уже дать и кнопки у вас там гляд так важнее непонятно куда достигаторами нужно восхищаться это вот там завод построил вот это восхищение и импорт нужно хвалить там где-то цветочек рюк ты такой молодец такой внимательный все спасибо большое сейчас он по программе улажает улажает